Здарова, на связи с Керс. Собрал для вас все вышедшие на данный момент серии Дан Дадан. Для тех, кто пропустил этот тайтл, отличная возможность глянуть всё разом. Уверяю вас, это того стоит. Перед тем, как начнём путешествовать по страницам манги, хотел бы спросить, такие выпуски лучше сопровождать новой серией или не стоит? На данный момент у нас вырисовывается такая картина. В месяц будет по 4 выпуска еженедельно и один большой сборник. Если комментов за то, чтобы в этих сборниках были и новые серии будет больше, тогда в следующую подборку засуну новый выпуск. Пятая серия уже доступна на Бусти. Кстати, там же в течение полутора недели выйдет шестая, седьмая и восьмая серии. Арка дурного глаза будет закрыта уже скоро. И уверяю вас, это прикольно. Так что, если ещё не подписаны, стоит подумать. Ну а теперь, погнали! Главную героиню манги зовут Мома. И её день начался неудачно. Парень, с которым у неё было свидание, оказался мудаком. Ему нужны были деньги в долг или перепихон. Причём оплата отеля в сделку не входила. Этот расклад Мома не устроил. Не справившись с эмоциями, она крутанула вертушку. Но Альфонс таки умеет драться. Резкий удар в живот усадил тянку на жопу. Раз уж она такая нищебродка, да и не дотрогав придачу, он не будет терять с ней время. Мома не придумала ничего лучше, кроме как начать спамить названиями морепродуктов. Найс оскорбляшки. Позже, рассказывая одноклассницам о неудачном свидании, она услышала их насмешки. Обзываться она вообще не умеет. К тому же, её ведь предупреждали, что этот парень конч. Но Мома нравятся мужественные почаны, наподобие Такакура Кена. Это, если что, японский актёр. Этакий аналог Клинта Истуда. Ровесница считает такой типаж дико устаревшим. Чуть позже, прогуливаясь по школе, Мома заметила, как издеваются над ботаном. Один из малолетних дебилов сунул магнит в бумажку. Но узнать, насколько громко орет очкарик, не вышло. Мома присела рядом с ним. Взяв у ботаника его книжку, она взглянула на агрессоров. И они, испугавшись, сделали вид, что ничего не произошло. Разочарованная Мома покинула класс. Нужно поискать, на чем бы и выпустить пар. Неожиданно ботаника кликнула её. Догнав девушку, паренёк уверяет, что знает то, что ей понравится. И он явно не общался с другими людьми. Ведь повторял это до той поры, пока Мома прямо не сказала, что не собирается с ним дружить. Однако очкарика не остановить. Он протягивает ей свою книжонку. А там просто филиал РЕН-ТВ в мягком переплёте. И Обама был на Марсе, и жидорептилоиды, и оксиминоги управляют миром. В общем, полный фарш. Мома объяснила, что не верит в НЛО. Но ботаник изящно поправил её. Это не НЛО, а НВЯ. Неопознанное воздушное явление. Затем он начинает жёстко душнить. Мома быстро утомилась. И попросила его замолчать. Теперь понятно, почему у него нет друзей. В ярости она швырнула его книжку. Сообщив, что он должен прекратить попытки подружиться с ней. После чего ушла. Но всё-таки у неё есть сердце. Девушка вернулась, подняла его книжку и извинилась. Она призналась, что не верит в пришельцев. Но зато верит в призраков. Это развеселило ботаника. Может, она ещё ТВ-3 поглядывает? Подкол оценён не был. И парочка начала спорить с утроенной силой. У Мома в качестве пруфа есть бабуля, которая была экстрасенсом. Но ботаны эти прохладные истории не впечатляют. Их спор приметили приятельницы Мома. Надо же, быстро она забыла о своём тококуре. Видимо, совсем отчаялась, раз начала подкатывать к ботанам. В конечном итоге они договорились проверить существование того, во что не верят. И тот, кто проиграет, станет слугой у другого. Спустя время, Мома прибывает на место, о котором ей рассказывал ботаник. Прямо сейчас они болтают по телефону. Челик уверяет, что здесь обитают пришельцы. И существует вероятность, что они похитят её для экспериментов. Девушка испугалась. Выходит, его уже похищали? Очкарик не знает. Пришельцы же стирают память после своих делишек. Мома смекнула. Он сам никогда не видел пришельцев. Паренёк начинает юлить, но Мома его оправдания неинтересны. Пусть лучше расскажет, как там у него обстановка. Он тоже на месте. И хоть чувствовал страх, был готов доказать, что призраков не существует. Войдя в тоннель, он начал напевать песенку. Мома предостерегает его. Но кричать текст песни – не лучшая идея. Так говорят в инете. Услышав это, ботаник понял. Выходит, и она здесь не была. И призраков, конечно же, не видела. Так и есть. Ботан поражён. Как можно верить в то, чего не видел? Мома объяснила, что хоть сама призраков и не видела, но её бабушка была экстрасенсом. И она вырастила её, когда родители умерли. Паренёк сочувствует. Девушка продолжила. Её семья была странной. Заставляли делать какие-то заклинания. И мальчишки в школе из-за этого дразнили её. В том числе тот, который ей нравился. Она ненавидела бабушку за это. До недавних пор девушка даже не разговаривала с ней. И перестала делать заклинания. Только недавно до неё дошло, что она злилась не от того, что не нравилось тому мальчику, а потому, что он смеялся над её бабушкой. Ведь она любила её и её работу в качестве медиума. Ей она казалась особенной. И да, она никогда не видела призраков. И даже не уверена в том, что у бабули есть способности. Но она приняла её. И в одиночку воспитала. Поэтому Мома верит в бабушку. И верит в сверхъестественное. Но что насчёт него? Почему он верит в НЛО? Ботаник признался, что у него нет какой-то трогательной истории. И вообще, разве ему нужна особая причина, чтобы верить пришельцев? Мома не стала докапываться. Зато подметила, что по телефону он общается более смело, чем в реальности. Очкарик наверняка нашёл бы, что сказать. Но вдруг у него на пути появилась странная бабка. С весьма пикантным предложением. Как насчёт полизать её обвисшиеся сисянры? А она взамен лизнёт его бананчик. Ботаник не любитель кураги. Роняя калон, пулей вылетел из тоннеля. Мома слышала, как он верещал, и предупредила. Этот призрак очень опасен. Но ботаник всё ещё не верит призракам. Он убеждает себя, что это просто извращённая бабка. Запрыгнув на велик, он пытается свалить. Мома кричит ему в трубку, чтобы он не позволял ей себя обогнать. Иначе попадёт под проклятие. Внезапно связь прервалась. Мома поняла. Дело пахнет писюнами. Нужно выручать балбеса. Но неожиданно она заметила несколько криповых рыл. Девушка решила, что лучше бы ей убежать. Но незнакомцы оказались быстрее. Они схватили её и начали раздеваться. Придя в себя, Мома обнаружила, что связано. Похитители оказались в планете Серпа. И попросили не беспокоиться. И они пришли с миром. Услышав это, Мома тут же начинает вопить, что они испортили её одежду. Впрочем, сейчас это не важно. Она хочет домой. И раз уж они пришли с миром, пусть снимут с неё всю эту хрень. Но у Серпа другие планы. Дело в том, что их вид исключительно мужского пола. И размножаются они при помощи клонирования. Из-за этого биологическая эволюция не происходит. Конкуренции и эмоции были искоренены из их генетического кода. Поэтому, чтобы восстановить репродуктивные функции, им нужны человеческие бананы. Затем один из них демонстрирует свой бананчик. Сейчас они займутся сексом. А после извлекут её матку, дабы провести исследование. Мома такой расклад не устраивает. Она уже имела дело с говнарями, но сохранила невинность. И какие-то стрёмные пришельцы не сорвут цветок, что она берегла для Тококуры Кена. Однако Серпа шутить не намеренно. Приложив руку к её голове, пришелец начинает возбуждать её при помощи психокинеза. Её тело становится всё горячее. Девушка отчаянно пытается сопротивляться. И Серпа под впечатлением. У неё хорошая стойкость. Но пора начинать. Однако от соития их отвлекает её телефон. Как не вогненно. Один из пришельцев решил отключить источник шума. Но внезапно из мобила выпрыгивает бабка. Первым делом она хватается за член пришельца. А затем со всей дури отбрасывает его стену. Турбобабка таки обогнала ботана. И теперь он проклят. Выведев знакомое лицо, Мома тут же просит его помочь. Серпожитель удивился. Даже у них нет технологии, позволяющей вторгаться через смартфон. Очкарик же вновь теряет контроль. И управление переходит из расченки. Бабка требует от пришельцев член. Однако не так быстро. Они выкупили, что перед ними мужик. А им здесь сделать нечего. Здесь радуют только женщинам. В ту же секунду троица принимает свой истинный облик. Они заберут человеческий банан. Однако он уже принадлежит бабке. И отдавать перец малого она не намерена. Турбопрофурсетка вихрен проносится по стене. И отрывает еще один искусственный пинус. Однако это не могло продолжаться вечно. Инопланетным попускам наконец удается впечатать в стену вторженца. Это их первая встреча с таким воинственным человеком. Ну да ладно. Пришла пора забрать его банан. Вернувши управление своим телом, ботан вопит, что отдаст им все что угодно. Ведь на самом деле у него нет друзей. И он думал, что хотя бы жители других планет захотят с ним подружиться. Еще с начальной школы он пытался призывать НЛО. Но ничего не выходило. Сколько бы он ни старался, все было тщетно. Люди дразнили его. Да и пришельцы никогда не замечали. Никто никогда не признавал его существование, кроме Мома. Она заступилась за него. Поэтому пусть уберут от нее свои руки. Если ради нее он должен стать уродом, так тому и быть. Ботаныч пытается выбраться. Однако стоило пришельцам приложить чуть больше усилий, как он уже сдался. Видимо он не годится для такого. Мома кричит, чтобы он продолжал бороться. Пришелец, выслушав признание очкарика, говорит, что им никогда не подружиться с таким грубияном. К тому же, им нужны только женщины. Теперь, когда помеха устранена, можно вернуться к возбуждению человеческой самки. Почувствовав это вновь, Мома забирается в глубины своей памяти. Бабушка всегда говорила ей, что нужно выпустить свою цыль. И тогда ей не придется беспокоиться о несчастных случаях или болезнях. Даже хулиганы не смогут подойти к ней. Нужно впустить энергию в самую глубину живота. А затем представить, как цыль выходит из макушки головы с большой вспышкой. Мома так и делала. Но из-за этого все над ней смеялись. Тогда она и наговорила своей бабуле всяких гадостей. Но почему она вспоминает об этом в такую минуту? Мома просит прощения у бабули. Она просто стеснялась. Затем девушка делает так, как говорила бабушка. И надо же, подействовала. Турбобой впечатлен. Она что, экстрасенс? Но, по правде говоря, и сама Мома в шоке. Благодаря своей новообретенной силе, девушка выбирается из захвата. Серпожитель потрясен. Как ей удалось выбраться из его психокинеза? Черт. Видимо, он переборщил со стимуляцией. И ее чакры открылись. Мома поверить не может. Все это время бабуля была права. Но теперь, с этой силой, она им задаст. Мома тут же крутит вертушку. И отправляет первого попавшегося пришельца в нокаут. Причем удар был такой силы, что вся тарелка накренилась. Серпа теперь недосоитель. Мома кричит пацану, что им пора сваливать. Но одержимый проклятием малый набрасывается на нее. Девушка тут же вопит, чтобы он завязывал прикалываться. И бьет его по голове. Сама не понимая, как она изгоняет турбобабу. Но хоть она и покинула его тело, проклятие все равно не отступает. Извращенка поясняет. Пока действует проклятие, член паренька будет у нее. И если они хотят вернуть его, пусть приходят к тоннелю. Она будет ждать очкарика и безвкусную ведьму. Мома восприняла это оскорбление на личный счет. В это время тарелка падает на заброшенное здание. Чуть позже наши герои выбрались из этой передряги. И теперь они верят в призраков и НЛО. Вот только что дальше? В данный момент Мома приходится стабилизировать состояние почина, чтобы он не взбесился. Вдобавок ее форма, кошелек и телефон пропали. Ботан спрашивает, а как им избавиться от проклятия? Ясен пень, надо надрать жопу в старой корге. План действий ясен. Ботан встает и снимает себе одежду. Пусть Мома наденет ее и идет домой. Все это произошло по его вине, и он больше не может вовлекать ее в это. Сам он отправится в тоннель и разберется с этим. Но Мома не собирается его отпускать. После всего, через что они прошли, ей кажется, что из них получится неплохая команда. Ботан что-то бубнит себе под нос, за что получает поджопник. Пусть надевает свои шмотки, и они пойдут в тоннель. Мало извиняется за свое поведение. Правда в том, что он неловкий парень. Мома замерла от удивления. Он сказал эту фразу точно так же, как ее любимый актер. Сердце бешено стучит. Она пытается себя успокоить. Что с того, что он случайно сказал цитату Тококура Кена? Чтобы отлечься, девушка просит его напомнить. А как его зовут? А то она так плохо запоминает имена. Оказывается, что Ботана зовут Тококура Кен. Услышав это имя, девушка обомлела. Наконец она пришла в себя. Не может быть, чтоб его так звали. Тококура не выкупает. О чем она? Это действительно его имя. Мома отказывается в это верить. В тот же момент проклятие дает о себе знать. Одержимый паренек начинает косплеить Сиранхелию. Но экстрасенсорный заряд добра и позитива прогоняет Турбобобку. Тококура благодарен за сеанс экзорцизма. Девушка же предлагает установить кое-какие правила для их сотрудничества. Отныне его имя под запретом. Она будет называть его Акарун, ведь он любит всякие оккультные штучки. Не то, чтобы это нравилось очкарику, но, видимо, другого выхода нет. Замес с инопланетянами, к слову, был довольно долгим. Уже светает. И стало быть, Турбобобка не вырвется наружу. Ведь призраки могут выходить только по ночам. Так что, может, они потусят у нее дома до темноты. Акарун не против. Некоторое время спустя парочка добралась до ее дома. Момо предупреждает. Ее бабушка очень предвзято к парням. В прошлый раз она чуть не грохнула ее бывшего. Малой напрягся. Об этом можно было сказать раньше. Но пора идти знакомиться. Вот только когда Акарун попытался пройти через арку, все его тело моментально вспыхнуло. Используя свои силы, девчонка швырнула бедолагу в пруж. Это помогло. Оказалось, что бабулечка позаботилась о безопасности своего дома. И оставила оберег от злых духов. Чтобы очкарик смог пройти, девушка снимает печать. Теперь проход свободен. Паренек с опаской входит внутрь. Наконец парочка дома. Вот только бабули нет. Но ничего страшного. Девушка решает пойти переодеться. Но как только дверь ее комнаты закрылась, проклятие вновь дает о себе знать. Без задней мысли Акарун распахнул дверь и попросил о помощи. Мома кричит придурку, чтобы он убирался. Она ж переодевается. Закончив с этим, девушка дает ему одежду. Ну да, женская. Но другой сейчас нет. Акарун благодарит ее. У Мома возник вопрос. Как там поживает его штучка? Очкарик не понимает, о чем она. Мома просит показать ей, что там у него между ног. Ведь турбобабка говорила, что его член у нее. Парнишка тут же проверяет труханы. И да, и струн отсутствует. Мома хотела бы взглянуть, но Акарун уверяет, что там просто ямка. И не на что там смотреть. И вообще, это она во всем виновата. Ведь это Мома предложила этот спор. Девушка не согласна. И тогда Очкарик решается на откровение. Да, он ляпнул это сгоряча. На самом деле, он просто не хотел упускать свой шанс. Ему всегда хотелось иметь друзей. Поэтому он и попытался заговорить. И был таким отчаянным. Но как выяснилось, они будто живут в разных мирах. Ему не стоило подходить к ней. И очень жаль, что он втянул ее в это. Когда все закончится, может и дальше его игнорировать. Мома говорит, что это его черта и вправду раздражает. Он постоянно предполагает отношение людей к себе. И ограждается от них. Нельзя заиметь друзей, отталкивая их. Пусть больше не говорит такие глупости. Лучше пусть расскажет про свое увлечение. Но, окар он стесняется. Девушка всеми силами пытается выудить хоть слово из него. И малой не придумал ничего лучше, чем назвать ее вонючкой. Да, социализация у него мое почтение. Разумеется, парочка опять начала сраться. Но в самый разгар разборок они что-то услышали. Это ее бабушка вернулась? Мома уверяет, что никогда не слышала такой звук. Нужно быть осторожнее. Пригнувшись, девушка пытается выяснить, в чем дело. А Чкарун не понимает, что такое. Дело в том, что у них дома два колокольчика. Один для людей, а второй для злых духов. И она сняла печать, защищающую дом от них. Снаружи что-то есть. А Корун просит ее вернуть печать. Но проблема в том, что как только девушка это сделает, А Корун, одержимый извращенной бабкой, будет испепелен. Тогда парочка решает, что сперва Ачкарику нужно покинуть территорию. Выйдя во двор, они никого не увидели. Но приглядевшись, заметили черный туман. Мома толкает пацана. Им нужно сваливать. Вот только впереди стена. Они в западне. И туман уже начинает действовать. У обоих пошла носом кровь. Единственный выход. Добраться до ворот. Вот только перед ними стена. Если она там останется, им не выбраться. Однако это не главная проблема. Впереди огромный монстр. И он их заметил. Наконец ему удалось найти их. Они нарушили обещание. И теперь их гениталии принадлежат ему. Чудовище атакует, но парочке удалось увернуться. Мома на понике. А Корун слышал, что хочет этот дух? Может у него есть запасной пинус? Конечно, нет. Затем Пачан говорит, что это не дух, а пришелец. Это флетфудский монстр. Его описывают как трехметрового пришельца. Впервые был обнаружен возле американского городка Флетвуд. В Японии его видели в префектуре Яманаси. Мома недоумевает. Но колокольчик. Неужто пришельцы могут использовать предметы для духов? А Корун сообщает, что есть исследования, показывающие, что люди, видевшие сверхъестественное, склонны видеть НВЯ. Другими словами, у призраков и пришельцев может быть что-то общее. Выходит, он заодно со вчерашними пришельцами. Вот ведь прилипалый. Нужно скорее разобраться с ним, пока до них не добрался туман. Вот только пока она подавляет проклятие Акаруна, у нее не получится использовать свои силы. У Пачана возникла идея. Пусть Мома попробует подавить проклятие в его голове, но отдаст ему все остальное тело. Времени обдумать это предложение нет, поскольку инопланетный сумоист не стоит без дела. Парочке приходится сменить укрытие. Ситуация безвыходная. И поэтому девушка решает попробовать. Трансформация начинается. И в этот же момент сумоист уничтожает их укрытие. Благо план сработал, Акарун спасает Мома. Получилось. Он чувствует себя таким сильным, но в то же время ощущает себя подавленным. Его разум ясен как никогда, но душа подавлена. Девушка удивилась. Почему его стиль речи так изменился? Он стал таким пессимистичным. Акарун извиняется. Все дело в том, что он неловкий парень. Мома взрывается. Она же просила не говорить эту фразу. После уже стандартной срачки паренек решает испытать свою силу. Вот только пришелец не дал ему такой возможности. Он буквально прихлопнул паренька. Мома в ужасе. Однако не все так просто. Пальцы пришельца были отрублены. С Акаруном все в порядке. Он и сам не понял, как это произошло. Тело двигалось само по себе. Так вот, какая мощь у турбобабки. Правда, это чертовски утомляет. Но зато у них появился шанс на победу. Но нет. Парнишка начинает блевать. Здоровяк пользуется этим. И мощным ударом отправляет бедолагу в ближайшую постройку. Не дожидаясь, пока тот оправится, гигант пытается прихлопнуть недотепу. Но Мома буквально в последний момент вытягивает его из-под пятки. Акарун просит прощения. Его тело не справилось с нагрузкой. Люди не созданы для такой скорости. Все, на что ему хватило сил, отсечь пять пальцев. Что же им делать? Мома сетует на туман. Из-за него она обессилена. Но тут в ее голову приходит мысль. Этот парень типа борется с умом. Выходит, если она заставит его руку коснуться земли, то они выиграют. Верно? Услышав это, Акарун взбодрился. Она гений. Нужно попробовать. Парочка проворачивает тот же трюк с перевоплощением. Ему нужно целиться в ноги. Вдвоем они бегут на чудовище. Девушка придает ему ускорение. И Акарун на полной скорости уничтожает ногу здоровяка. Вот только тело парнишки на пределе. Мома приходится одной рукой сдерживать проклятие, а второй здоровяка. Вот же геморрой. Рука монстра коснулась земли. И начинает испаряться. Но не все так просто. Из его тела вырываются сразу две ноги. Оставшейся рукой он хватает девчонку. И со всей дури впечатывает стену за воротами. Девушка чудом не превратилась в блинчик. Акарун теряет силу. И вновь становится человеком. Мама приходит в себя. Этот хитрожопый ублюдок жульничает. Его рука коснулась земли. Акарун, заметив, что с ней все хорошо, просит, чтобы она выпустила проклятие еще раз. Но у него уже был шанс. Теперь Мома сама с ним разберется. Гигант пытается ее прихлопнуть. Но Мома удается сдержать удар. Тогда Сумаис запускает целую серию сильнейших ударов. С трудом. Но Мома выдержала. Акарун переживает. Она ведь умрет. Но это был план. Такой глубины хватит. Они уже за воротами. Затем девушка при помощи телекинеза притягивает к себе парнишку. И когда он оказался рядом, свободной рукой возвращает печать на место. И как только она вернулась, монстр вспыхивает. После того, как он исчез, пропала истина. Они спасены. У них получилось. Проклятие Акаруна вновь дает о себе знать. Девушка помогает ему. Но это уже достало. Очкарик напоминает. Одержимость не от его желания зависит. Мома заметила, что в пареньке что-то изменилось. Он что, сменил прическу? Ему и идет. Хотя бабушкин паричок ей больше нравился. Акарун требует, чтобы она не смеялась над ним. Девушка улыбнулась. А затем ей стало плохо. Обессиленная Мома падает. Акарун хочет помочь. Но в эту же минуту проклятие берет вверх. И он нападает на нее. Но отвлечемся от этой парочки. Переносимся на съемки передачи «Непроницаемый медиум». Тамошняя гадалка обсирается прям под запись. Перед ней чел. Она говорит, что ему 27. Но ему 20. Его любимая еда карри. Но на самом деле рамен. У него же на едите. Но он холост. После такого фиаско экстрасенс уходит. Зовут ее Додория Санта. И работники ТВ даже рады, что она постоянно ошибалась. Но стоит ли этот сегмент пускать в эфир? Редактор уверяет, что все в порядке. Никто не будет жаловаться на маленькое местное телешоу. Додория едет домой. Ее узнал таксист. Ему хотелось бы поболтать с ней. Но у ведьмы нет никакого желания. Она просит его остановить здесь. Теперь, если он не хочет умереть, пусть уезжает. В это же время одержимый Акарун схватил Мома. И собирается навернуть вареников. Но в последнюю секунду ему в голову прилетает странный предмет. Из-за которого он воспламеняется. Одержимый тут же ныреет в воду. Оказалось, что эта Додория и есть бабушка Мома. Надо же. Она думала, что внучка привела домой очередного поганца. Но он даже не человек. Честно говоря, внучка доставляет сплошные неудобства. А ей вообще-то нельзя нервничать. Из-за стресса у нее сушится кожа. Что ж, пусть нападает. Додория оказалась не такой старой, как ее представляла Мома. К удивлению ведьмы на месте, где была одержимой, осталась лишь лужица. Мгновение спустя Акарун нападает сзади. Но атака полностью провалилась. Он вновь воспламенился. Баенета знала, что на нее нападут со спины. Более того, одержимый придурок попался в ловушку. И если попытается выйти за линию, погибнет. Далее она любезно объясняет принцип действия барьера. Если гвоздь оберег воткнут землю снаружи круга, вся область вокруг превращается в барьер. И наоборот, это тоже работает. Именно поэтому он не смог ее коснуться. Ведь она защитила себя им. Турбобабка вопит, что сожрет ведьму заживо. У нее не выйдет держать ее здесь вечно. Но в планы Баенеты не входит содержать демона. Она просто убьет его. Ведьма начинает избивать одержимого битой. Пока он в этом круге, хваленая скорость Турбобабки бесполезна. Пора с этим кончать. Баенета достает гвоздь. И тогда Турбобабка сообщает. Если она сожжет ее, тогда и проклятый человек умрет. Дадурия уверяет, что убьет любого отброса, посмевшего обидеть ее внучку. Людей это тоже касается. Сказав это, ведьма опускает гвоздь. Мома наконец приходит в себя. Она в своей постели. Но что с Акаруном? Спустившись вниз, она увидела свою бабушку, которая как ни в чем не бывало смотрит телек. Внучка хочет узнать, что случилось. Но сперва ей нужно ответить на вопрос. Она что, ходила в обитель призраков? Мома рассказывает, что не она, а ее друг. К слову о нем. Она не видела паренька в очках. Ей нужно быть рядом с ним, иначе быть в беде. Байонетта говорит, что если она о призраке, то его больше нет. Мома занервничала. Что это был за призрак? У него были очки? Дадурия удивилась. Ей казалось, что внучка не верит в призраков. К тому же, разве она забыла, что ее бабушка глупая недогадалка? Мома злится. Когда уже эта старая корга перестанет это припоминать? Пусть просто ответит. Бабуля продолжает издеваться на внучкой. И тогда Мома падает на колени и просит прощения. Она была не права. Но может ли она сказать, что случилось с тем призраком? Дадурия говорит, чтобы она заглянула в храм. Мома, позабыв о том, что только что стояла на коленях, рванула туда. Если с Акаруном что-то случилось, пусть старая корга пеняет на себя. По дороге туда она вспоминает слова Акаруна. Он ведь просто парень, любящий пришельцев и желавший друга. Это ее вина. Из-за нее так получилось. Наконец она у храма. Открыв его двери, девушка увидела паренька. Он спокойно себе кушает. Акарун поверить не может. Он так переживал за нее. Но мама не дала ему договорить, закрыв дверь. Вся ее сентиментальность куда-то испарилась. Она вновь грубит ему. К раму подходит бабуля. С каких пор ее внучка начала дружить с монстрами? Но да ладно. Пока паренек сидит здесь, его проклятие не вырвется. Но стоит покинуть его стены, как он вновь станет монстром. Неужели ей нравятся такие парни? Мама уверяет, что нет. А затем рассказывает суть проблемы. У Туры Бабабки члена Коруна. И она в ответе за это. Ей хочется помочь бедолаге. Бабуля усмехнулась. Значит ей все-таки нравится этот парень. Но Мама стоит на своем. Все не так. Затем она переводит тему. Недавно у нее получилось использовать экстрасенсорные способности. Это произошло, когда она встретила пришельцев. Но потом что-то случилось. И она больше не может их использовать в полную силу. Байонетта уверяет, что Энелла не существует. Мама понимает ее скепсис. Но так или иначе, теперь она тоже экстрасенс. И ей удается подавлять проклятие Акаруна. Бабуля задумалась. И как ее внучка угораздила вляпаться в передрягу с Турбобабкой. Это дело довольно серьезное. Давным-давно ее прозвали Бабуля Сотка в час. Этакий современный Йокай, терроризирующий всю Японию. Услышав о ней, скоростная Санува начала проводить много времени в том тоннеле. Байонетта приехала посмотреть, что она задумала. И там было нечто странное. Она даже не смогла приблизиться к тоннелю. Потому что ощутила в нем сильное присутствие. Мама слышала о привязанных духах. Они остаются в местах, которым питают что-то вроде сильной привязанности. В большинстве случаев, это сильнейшие существа на этой территории. И внутри того тоннеля был привязанный дух, который соединился с Турбобабкой. Мама лучше не связываться с ней. Ведь Бабуля не хочет потерять свою внучку. К тому же, она ведь не связана с Очкариком. Пусть забудет о нем и возвращается к своей обычной жизни. Мама задумалась. А что бы ее дорогой-то Кокура сделал в такой ситуации? Когда она не знает, что делать, то всегда представляет его. И она уверена, Кэн-сан обязательно помог бы ему. И она поступит так же. Услышав это, Бабуля убедилась. Он ей точно нравится. Она ведь назвала его имя. Мама в очередной раз пытается доказать, что Бабуля ошибается. Байонета поняла. Внучка не отступится. А значит, нужно помочь. Мама придется сыграть в салочки с Турбобабкой. Забайтить ее будет несложно. Старая слишком уверена в своей скорости. Но вот как только она согласится, начнутся сложности. Им с очкароном придется бежать, пока не упадут замертво. Территория привязанного духа находится в пределах города Сена. Турбобабку нужно вывезти за пределы города. И, конечно же, не попасться. Если получится выманить каргу с территории призванного духа, она ослабнет. И в таком состоянии даже им удастся победить ее. Мама считает, что план говно. Но она не в жизни обгонит эту старуху. Почему бы им просто не повесить этот талисман в тоннеле? Байонета уверяет, что это не сработает. И вообще, в этом деле она и не помощник. Поскольку сила барьеров бабули просто позаимствована у бога, живущего здесь. И если она покинет город Камикоси, то больше не сможет их использовать. Так происходит из-за того, что у любого места есть свой бог. Проблема сводится к тому, кто вы. Команда хозяев или гостей. Так что нравится Мама это или нет, но единственный способ одолеть бабку – обогнать ее. Придется тренироваться. Внучка тут же начинает ныть, что у нее никогда не получится обогнать старуху. Но Байонета говорил он не про нее, а про него. Вот только Мама уверяет, что у очкарика совсем нет выносливости. К тому же ей постоянно нужно держать под контролем его проклятия. Но и самое главное – АК Рун может использовать свою силу всего два раза. Байонета говорит, что тогда ему предстоят тренировки в стиле Ван Панчмана, чтобы постоянно поддерживать полную мощность. И Мама не стоит расслабляться. Пусть работает над своими способностями. Увы, бабуля не может помочь им напрямую. Так что им самим придется стать сильнее. С завтрашнего дня она заставит их работать до кровавых мозолей. Пока могут отдохнуть. Когда парочка осталась наедине, АК Рун просит прощения за то, что во время сражения думал только о себе. В отличие от него, Мама действовала иначе. Она помогла. И только из-за нее они одолели того монстра. Но он обещает. В следующий раз он сделает все возможное, чтобы помочь ей. АК Рун не хочет, чтобы она разочаровалась с ним. Пусть не перестает дружить с ним. Мама уверяет, что ни капельки в нем не разочарованы. Но в таком случае у АК Руна вопрос. Какого хрена она заклопнула перед ним дверь? Девушка не решается сказать правду о своих чувствах. И переводит тему. Во время сражения Малый был крут. Хотя он все равно тот еще придурок. Пусть будет уверен. В следующий раз она вновь спасет его. А пока пусть поспит. Но АК Рун хочет чего-нибудь попить. И Мама идет за чаем. Бабуля как всегда смотрит телек. И помните челла из начала главы, про которого она рассказывала на шоу? Оказалось, что все сказанное ею было правдой. И судя по всему, теперь его карьере конец. Ведь он оказался лжецом. Бабуля ждет, когда он признается про Карри. Все равно все рассказал. А то еще подумает, что ее предсказания не стопроцентно точны. Некоторое время спустя АК Руну срочно нужен толчок. Бабуля не видит в этом ничего особенного. Но Мама не собирается его отпускать одного. Ведь если она потеряет его из вида, то проклятие вновь возьмет верх. Однако смотреть, как он справляет нужду, ей не хочется. АК Рун тоже не горит желанием. Но есть ли какой-то другой способ? Бабуля спрашивает, как вообще она контролирует проклятие? Мама пытается объяснить. Она видит голубоватое пламя внутри АК Руна. И когда она сжимает эту ауру, она уменьшается. В каждом есть аура. Но цвета разные. У кустов и камней она тоже есть. И Мама может их контролировать и передвигать как угодно. Но радиус действия невелик. Выслушав ее, Байонета говорит, что ей казалось, что экстрасенсорные способности должны быть безумно мощными. Но сила ее внучки сильно ограничена. Мама рассказывает, что когда ее способности впервые пробудились, они были намного сильнее. Ей казалось, что она неостановима. Но потом они быстро ослабли. И теперь она может лишь манипулировать аурами. Бабуля просит внучку закрыть глаза на секунду. И пусть не переживает за проклятие. Сейчас ей нужно научиться полагаться не только на глаза, но и на другие свои чувства. Например, осязание. Если она может брать ауры, то должна их и чувствовать. Пусть ощутит ауру Акаруна на своей коже. Попробовав, эта девушка ощутила холод. Бэйонетта просит закрыть глаза. Пусть полностью прочувствует ауру. Мама пробует, но ничего не получается. Паренек снова превращается в озабоченную бабку. Девушке приходится по старинке возвращать ему человеческий облик. Но это не главная беда. Клапан очкарика уже не выдерживает. Скоро говно польется по штанине. Пока барышня решает, что делать засранцем, он умудряется сбежать и со всех ног ринутся к толчку. Мама бросается за ним. Неужели у него хватит наглости насрать в чужом доме? Бабуля не видит в этом ничего такого и кричит, что пойдет с ними. Прямо сейчас перед вами типичное утро большой семьи. Битва за толчок. Акарун с горем пополам добрался до туалета. Правда, делать свои грязные делишки ему приходится в присутствии ведьм. Как же это унизительно. Ему всегда так хотелось испытать неизведанное, но справлять нужду в присутствии симпатичной девушки и ее бабули это уже слишком. Додория решает продолжить разговор о способностях внучки. Скорее всего, в момент пробуждения силы она ощутила свои природные способности, но затем они каким-то образом запечатались. Ей придется много тренироваться, чтобы потихоньку освободить свою силу, но пока непонятно, сколько времени это займет. Ну, и пареньку тоже нужно усердней стараться, и речь не про его потуги в толчке, а Корун кричит, что он вообще-то здесь. Неожиданно у бабули пошла носом кровь. Мама испугалась. Это ведь в точности, как и тогда. А затем она увидела турбобабку в толчке. Мама кричит, чтобы бабуля что-нибудь сделала. Здесь враг. Но турбобабка заявляет, что сейчас ничего не выйдет. Ее бабуля лишь тень себя самой. Время движется только для них двоих. И у Мама есть выбор, как умереть ее бабке. Инсульт или сердечный приступ. Это проклятие заразительно. С пацаном в качестве посредника она может убить любого человека, видевшего его. Девке не стоит испытывать судьбу. У нее нет времени на тренировки. Сегодня ночью пусть приходит к тоннелю. Если не придет, она обещает использовать Акоруна, чтобы убить всех вокруг. Выдвинув ультиматум, турбобабка исчезает. Все приходит в норму. У Акоруна кровь. Бабуля, оглядевшись, замечает, что один из заберегов изменился. Она просит Момо рассказать, что случилось. Некоторое время спустя Байонета проводит обряд. Парочку она нарядила в странные шмотки. Бабуля объяснила, что это своего рода бронежилет для экстрасенсов. Они не готовы к этой битве, но выхода нет. Поэтому дополнительные меры предосторожности не повредят. Момо уверяет, что они не слабаки, ведь побеждали уже пришельцев. Бабуля начинает спорить. Пришельцев не существует. После небольшой словесной перепалки бабушка обнимает свою любимую внучку. Она сильно переживает за нее. Пусть постарается не умереть. Наконец пришла пора прощаться. Глядя им вслед, Додория просит бога защитить этих двоих. Момо и Акорун уже в поезде. Уже скоро они встретятся с Турбобобкой. Эта старая корга посмела навредить бабуле. Поэтому пусть мажет жопу вазелином. Скоро он ей понадобится. Наконец парочка добралась. И внимательный зритель наверняка заметил, что Момо в другой одежде. Все дело в том, что прям в поезде она переоделась. Акорун был против. Ведь одежда защищает от злых духов. Но Момо плевать. Как можно сражаться с призраками в таком трепье? Для нее красивая одежда и есть боевая форма. Теперь же возвращаемся в тоннель. Парочка не решается входить. Обоим страшно. Но Момо удалось надавить на Почина и заставить его пойти первым. Хоть он и пытается сделать так, чтобы девушка была впереди. Продвигаясь дальше, они обсуждают план. Сражаться с ней напрямую они не могут. Им нужно выманить ее за пределы Сена и оторвать ее от привязанного духа. Если получится, турбо бабка ослабнет. В принципе, они ведь уже прикончили громадного монстра. Какая-то дряхлая бабка им не помеха. Но вот и она. От ее размеров ребята прихерили. Ачкарун тут же запаниковал. Что им делать? Бабка поднимает голову. В ту же секунду парочка заметила, что тоннель изменил форму и призрак наступает с обеих сторон. Момо реагирует мгновенно. У нее с собой были биты, которые тут же были пущены в ход. Однако бабуля насрать. Ее глаза заменяют сортами, которые без особых проблем поглотили снаряды. Акарун просит, чтобы Момо освободило проклятие. Быть может в этой форме получится с ней справиться. Однако как только Акаруну подрубили дьявольский рамс, он сразу же сменил настрой на пессимистичный. Момо пытается его взбодрить, но в следующую секунду он опять становится человеком. И девушка больше не чувствует проклятия. Турбобабка вернула ему член. Проклятие снято. Удивительно, что они смогли его использовать. Но пусть не радуются. И к дерьмодуэту пришел конец. Сейчас она просто сожрет их обоих. Момо вспоминает слова бабули. Нужно забайтить старуху. И в последний момент девушка берет ее на понт. Она же пытается их убить просто потому что сыт. А ее скорости слагают легенды. Но это просто байки. Если она не трусиха, пусть испытает их в игре на скорость. Турбобабка принимает свою обычную форму. Неужто эта малявка ставит ее четкость под сомнение. Ладно. Она сыграет с ними. Ведь сожрать их можно в любую секунду. Но какие правила? Докуда нужно бежать? Момо говорит, что не докуда. Они будут играть в салки. Если их поймает, то выиграет. Правила просты. Все, что от нее требуется, досчитать до десяти минут. И пусть запомнит это правило. Ведь если нарушить его, то ее она и сама ненавидит жуликов. Отчет пошел, и парочка рванула со всех ног. А корун в восторге. Момо просто гений. Она и сама это знает, но надо было заставить ее считать подольше. Бабка же в это время ведет счет. Вот только делает она это крайне странно. Через мгновение Момо была схвачена. Вырвавшиеся из-под земли руки окутали ее, сформировав кокон. Турбо Шаболда заключает. Время девчонки закончилось. Теперь она будет считать для пацана. Услышав как ведет счет пожилая спидстерша, ботан кричит, что она жульничает. Она ведь обещала не нарушать правила. Однако ей сказали отсчитать время, но не сказали как считать. И пока Акарун пытается добиться справедливости, и его время подходит к концу. Бабка уже тянет свои руки, чтобы схватить его. Но Акарун возник план. Пусть старая отдаст полизать свои сисечки. Акарун схватился за ее вымя зубами. Это взбесило бабку. Как этот сопляк посмел трогать ее сиськи? Акарун напоминает. Она ведь сама предложила. И он не отпустит ее, пока она не освободит Мома. Турбобабка к своему удивлению ничего не может сделать. Черт, это все из-за его одежды. Тогда старая решает превратиться в призрака и просто завладеть его телом. Так и происходит. Хоть и с трудом, но теперь она внутри мальчишки. Кто вообще дал ему эту одежду? Но да ладно, пора заканчивать. Нужно сожрать девчонку. Вот только она не может сдвинуться. Ощущение будто ее и в коконе и ничего не видит, но все может чувствовать. Прямо сейчас внутри Акаруна нет его бледно-голубого пламени, потому что там истинная форма бабки, и она чувствует это. Момо удается сожрать ауру старухи. Используя ее, она разрушает свой кокон и возвращает Акаруну его тело, а вот бабку заточили прямо в почане. Старая вопить, чтоб дует дерьма освободил ее. Но мама лишь улыбнулась. Старую суку наконец усмирили. Но в следующую секунду они услышали пугающий голос, требующий вернуть бабулю. А затем они увидели громадное нечто, приближающееся к ним. Дерьма дует тут же покидает тоннель. Парочка со всех ног улепетывает от громадного краба. Малой недоумевает. Почему привязанный дух краб? Бабушка мама рассказывала, мертвые для того, чтобы пересечь реку Санзу, принимают форму первородного краба. Но сейчас громадина не главное напасть. Бабка пытается вернуть себе контроль. Мома тут же хватает ее ауру. В этот же момент краб атакует. В последнюю секунду Акарун так ее зайц в дьявольский рамс и закидывает девушку себе на спину. Это было близко. Старая вопит, чтобы они не смели ее за ее силу как попало. Мома лишь посмеивается. А вот у Акару на проблемы. Девушка слишком тяжелая. Ему не вписаться с ней в поворот. Так и происходит. Парочка на сумасшедшей скорости летит вниз. Однако очкарик нашел способ как справиться с этим. Он начал вращать своими ногами будто пропиллером. Благодаря этому ему удалось снизить скорость. И приземление хоть и было тяжелым, но не смертельным. Однако краб не собирается их отпускать. Он последовал за ними. Турбопочан вновь вынужден бежать. Мома оглянувшись заметила, что на спине краба множество лиц. На улице полно народов. И все угорают с любителей поиграть в лошадку. Оказалось, что обычные нормисы не видят этого краба. У ботана кончается силой, он причитает, что им не удастся выбраться. Но Мома сдаваться не собирается. Какой-то дерьмовый краб не сожрет их. У нее появилась идея. Она просит окорона повернуть налево. Краб следует за ним, разрушая все на своем пути. План Мома прост. Им нужно заманить эту громадину в узкое пространство. Но все складывается не так удачно. Чудовищу почти удалось их достать. Из-за его атаки парочка оказывается в бане. Ботан принял свою обычную форму. Дело плохо. Мало того, что в таком месте легко подскользнуться, так вдобавок вода и естественная среда обитания крабов. Но Мома кое-что приметила. Воспользовавшись своей силой, она дергает трубу с кипятком и направляет ее на краба. Когда их варят, они становятся нежными и напрягаются. А напряжение означает, что их мышцы твердеют, а движение замедляется. Так и случилось. Краб остановился. А еще он так краснеет, что аж слюнки текут. Но Акран не дал ей сожрать чудовище. Им нужно выбираться. Уже на улице парочке кажется, что можно выдохнуть. Еще чуть-чуть и они покинут Сёна. Однако впереди они увидели бегущего человека. А затем еще и еще целая толпа людей бежит прямо на них. Когда они приблизились, ребята увидели, что это не совсем люди. Парочке приходится бежать в другую сторону. Турбобабка кричит, что придуркам не удастся так просто выбраться. Прямо на границе Сёна есть огромное кладбище. И они одолжили немного силы упокоящихся там духов. Сёна их территория. И они не выпустят их так просто. Мома и Акарун западни. Девушка просит парнишку вновь использовать свою силу. Очкарун уверяет, что даже с этой силой им не добраться до соседнего города. Но если он не использует ее, тогда они трупы. Этот аргумент перевесил все сомнения. Бабка кричит, что если Акарун выложится на полную, то не сможет двигаться. Но ему уже плевать. Закинув Мома на спину, он прорывается сквозь ряды зомби. Однако сил хватило только на это. После стремительного прорыва ему вернулся человеческий облик. Ощущение будто он сейчас кишки выблюет. Мома просит его вставать. Им осталось совсем чуть-чуть. Но тут до нее доходит. Она не сдерживала бабку. В эту же секунду Акаруна прилетает с ноги. Мома пытается что-то сделать, но и сама отхватила в щит. Турбобабка настроена решительно. Так просто она это не оставит. Больше всего ей не нравится в молодежи то, что они совсем не уважают старших. Мома приподнимается. А бабуля это неплоха. Так долго издеваться над детьми? Респект. модный сленг. Выражаясь так, она ей напоминает мерзкую маленькую шлюшку. Сказав это, бабка объединилась с крабом. Ну, что они стоят? Пусть бегут. Будет скучно, если они даже не попытаются спастись. Когда она их догонит, будет долго с ними забавляться. Но она великодушна. Может дать им форму. Сколько надо? Десять? Двадцать минут? Мома просит одну секунду. Бабка в предумении. Сила Мома позволяет ей схватиться за что угодно. Рядом проезжал поезд, и девушка схватилась за него. Вместе с Акаруном ей удалось забраться на его крышу. Мома помнит слова бабушки. Раньше турбобабку звали бабуля сотка в час. Поезда едут на скорости 120 километров. Так что если ее прозвище отражает предельную скорость, они спасены. Крабобабка догоняет их. Видя это, Мома продолжает подтрунивать на ней, повышая градус ее пукана. Но кое-чего Мома не учла. На повороте бабка сумела догнать поезд. Глупая шалашовка не подумала, что поезд не может постоянно двигаться с одной и той же скоростью, в отличие от нее. Им не сбежать. Мома говорит, что это ее реплика. Бабуля была права, если ее разозлить, она последует за ним. Девушка своей силой удерживает старуху. До финиша рукой подать. И там их уже ждет байонета со своими оберегами. Добро пожаловать к Камикосе. Турбобабка вопит, чтобы мелкая засранка перестала использовать на ней свои силы. Мома признается, в открытую им бы не удалось победить. Бабка не зря прожила свой век. Но эта игра за ней. Как только поезд пересек черту, тело Крабобабки начало гореть. Турбошаболда повержена, и Мома вдруг увидела множество девушек. Все они стали свободны, и растворяясь, их лица озарились улыбкой. Зрелище завораживает. Но пора возвращаться в реальность. Схватив очкарика, Мома Крабки медленно догорает. А Корон пришел в себя. Что случилось с Крабом? Где они? Девушка тяжело вздохнула. Кажется, они победили. Поднявшись на ноги, парочка увидела байонету. Некоторое время спустя троица возвращается к тоннелю, чтобы почтить память усопших, и они могли покоиться с миром. Бабуля произносит, что не хотела так жестоко обходиться с ними. В ругались, порубили на куски и оставили гнить. Они не желали становиться злым духом. Затем бабуля рассказывает. Духовные медиумы уже очень долго выслеживали Турбобабку. Им даже удалось найти закономерность в ее поведении. Она всегда появлялась рядом с духами девушек, которых жестоко убили. Вполне возможно, Турбобабуля странствовала, чтобы посещать духов девушек, которые не могли покоиться с миром. Вот поэтому медиумы должны заставлять их перейти на ту сторону. Но живых это тоже касается. Нельзя проявлять неуважение к мертвым. Нет спасения для тех, кто скверняет территорию мертвых. Это правила, которые живые и мертвые должны соблюдать, чтобы сосуществовать. Затем бабуля признается. Она очень рада, что им удалось выжить. Вернувшись домой, между бабулей и внучкой происходит эпичная за Руба и за Краба. Если малявка не отдаст ей порцию, она сожжет весь мерч с Кеном. Внучка обещает в таком случае уничтожить коллекцию дисков с Бакатана. Да, Байонетта фанатеет от другого актера. А Корон не участвует. И вообще он не очень голоден. Услышав это, его порция тут же была схвачена. Очкарик недоумений. Как после всего того, что было, они спокойно могут жрать Краба. Байонетта говорит, что тут ему не ресторан. И вообще, если он настоящий мужик, ему бы стоило перестать ныть, как сучка. Он вообще уверен, что у него есть член. Поправив очки, А Корон говорит, что все на месте. Но Байонетте необходимо доказательство. Пусть вываливает своего питона. Мало растерялся. Она что, шутит? Но нет. Очкарик просит Мома помочь, однако девушка А Корон решает свалить. Додория тут же бросается за ним. Некоторое время спустя увидеть член очкарика Байонетте не удалось. Он таки сбежал. Но бабуля предупреждает. В следующий раз ему не удастся свалить. Пришла пора Мома и А Корону прощаться. Последние слова сказаны. Но видно, что обоим нелегко. И вот когда расстроенный Пачан собрался уезжать, он услышал, как Мома сказала ему, что они увидятся завтра. На следующий день очкарик идет в школу. Он ужасно нервничает. Ведь всю ночь только и думал, как же поприветствовать Мома. Вариантов была масса. От привет красотка да здоров заебала. Сердце бешено стучит. Наконец он увидел ее. Черт, почему она ждет его возле ворот? Точно не его. Наверняка подойдет кто-то другой. Ему лучше просто уйти, Мома подходит и толкает его в плечо. Он опоздал. Им пора идти. Наконец они добрались до школы. Пришла пора разойтись по классам. У Акаруна все без изменений. Его шпыняют. Но все таки кое-что изменилось. Как бы жестоко к нему не относились. Теперь он может простить им все. Потому что у него наконец-то появился друг. В это же время сидя в своем классе Мома грустит. Ее одноклассницы не понимают. В чем дело? Неужто бывшему вернулась? Хотя вряд ли. Может депрессия? Все мысли Мома в этот момент об Акаруне. Ей так хочется поговорить с ним о пришельцах. У Ачкарика такая же история. Ему хочется послушать Мома про призраков и все такое. Вдобавок он винит себя за то, что утром почти не разговаривал. Он обязательно должен исправиться. Иначе Мома возненавидит его. На перемене они пытаются найти друг друга, но у них не получаются. Они так близки, но так далеко. Убив у ему времени, Акаруна наконец сдается. Видимо Мома его избегает. Это все из-за чертового утра. Она увидела, какой он скучный в повседневной жизни и решила забить. Мома кстати рядом и тоже думает, что дело в ней. Наверняка ему не понравилось, что она не интересны друг другу. Дурачки в расстроенных чувствах собираются возвращаться по классам. И так уж вышло, что они наконец встретились. Губами. Но довольно быстро отпрыгнули друг от друга. Самое страшное не их поцелуй, а то, что это увидели подружки Мома. Неужели она с ним встречается? Вот почему она грустила весь день. Смущенные подростки тут же начинают делать вид, что между ними ничего нет и показушно оскорбляют друг друга. После порции унижения они расходятся. Но подруг Мома не проведешь. Эти двое ужасно близки. После такой неловкой ситуации Акаруна приспичило отлить. Черт, он так перенервничал, что наговорил ей кучу всякой бредятины. Нужно извиниться. Однако сейчас есть проблема посерьезнее. Член ему вернули, но вот его яйца они пропали. Дела Мома тоже так себе. ее окружили одноклассницы. Ну же, пусть расскажет, с кем целовалась. Кто он? Из какого класса? Мома злится. Они все неправильно поняли. Но одна из свидетельниц поцелуя заявляет, что ее паренек гик. А вот и он кстати. Акарун явно намекает, что потерял. И просит Мома пойти с ним. Одноклассницы явно не ожидали, что тот самый парень такой. Мома подливают одноклассницы. Надо же, только начали встречаться, а уже ссорятся. Девушка просит их не выдумывать, не былиться. Ботаныч спрашивает. Они ведь говорили утром. Почему сейчас нельзя? Мома говорит, что он сам отказался от общения. Акарун покраснел. Сгорячай, не такое ляпнешь. Но правда в том, что он очень хочет с ней общаться. Это признание рассмешило девиц. Несмотря на просьбы Акаруна, Мома непреклонна. Пусть уходит. Она не будет с ним разговаривать. Акарун спрашивает. Неужели дружить с ним настолько стыдно? Мома промолчала. И бедняге ничего не остается, кроме как покинуть класс. Даже ее подруги удивились. Это было как-то слишком жестоко. Был бы он ей другом, она бы отшутилась. Никогда прежде они не видели ее такой. После урока Акарун пытается отыскать взглядом Мома, но ее нигде нет. Наверное домой ушла. Вдруг в него кто-то врезался. Парнишка сразу же извиняется. Виновница столкновения делает то же самое. У нее в портфеле была бутылка воды. Он уверен, что все в порядке. Девушка прикасается к его руке. И еще раз просит прощения. Чем сильно смущает бедолагу. Тянка улыбнулась. Он такой милый. В это же время опечеленная Мома собирается домой. Еще никогда она не чувствовала себя так, будто бы одна виновата. И тут она видит Акаруна. Рядом с ним какая-то баба лыбится. Че за херня? У него же нет друзей. И она какая-то слишком милая. Рыжая прощается с Акаруном и уходит. Когда она прошла мимо Мома, наша героиня услышала ее разговор с подругой. Оказалось, эта девка лишь забавлялась над очкариком. Ведь такие парни с девушками никогда не общались. Он теперь в жизни не заговорит с кем-то вроде нее. К тому же она дала ему затравочку на помечтать. Мома это ужасно злит. Неподалеку на шкафчике был тазик. И наша героиня огрела им шалашовку. Зовут ее кстати Эйра. Ее подруги в недоумении. Как тазик оказался над ней? Акарун заметил, что его новая знакомая упала. Он уже собрался на помощь, но его хватает Мома. Девушка просит, чтобы он пошел с ней. Ни одна глупая потаскуха не достойна его внимания. Пусть лучше на них падают тазы, чем западают парни. По дороге домой девушка извиняется за свое поведение. Просто там, во дворе всем показалось, что они целовались. И потом они бесили ее расспросами. Ей совсем не стыдно дружить с ней. Смущенный Малу уверяет, что все в порядке. Он рад, что теперь все хорошо. Но любезности подождут. Есть проблема посерьезнее. Они ведь точно победили Турбобабку? Мома уверена, что да. Проклятие развеяно, штучка на месте, все хорошо. Но Корун говорит, что его яйца пропали. Чуть позже парочка приходит к бабуле. И Мома до сих пор проржаться не может. Байонета сердится. Она ж просила показать его хозяйство. Как он вообще мог этого не заметить? Это его яйца. Все дело в том, что когда его кувалда вернулась, он и забыл проверить остальное. Байонета говорит, что врать плохо. У него там в лучшем случае детский молоточек. А Корун кричит, что она даже его не видела. Бабулечка встает. Ну, в таком случае пора взглянуть. А Корун протестует. Но Додория говорила не о его члене. Она собирается посмотреть, что там внутри него. Вооружившись зеркалом, медиум осматривает мальца. А затем просит Мома принести куклу. Любую. И пусть наберет воды. В парнишке что-то сидит. После приготовления ноги Акаруна засунули в таз. А рядом на столик поставили куклу, возле которой установили оберег. Байонетта сложила пальцы вместе. А в следующую секунду огрела Акаруна веером по голове, назвав мелким балбесом. Мало не понимает, в чем дело. Байонетта требует, чтобы он молчал и не двигался. Гнилой апельсин. Акаруна узнала эти слова. Это ж из какой-то драмы по ТВ. Она бьет его вновь, а затем спрашивают у Мома, видела ли она что-нибудь? Да. После удара цвета ура Акаруна на секунду стал синим. Отлично. В таком случае, после следующего удара, Мома должна будет вытащить ту дрянь, что сидит Мома и не знала, что может так делать. Додория просит внучку приготовиться, а Корун вновь получил по шапке. Мома пытается сделать то, что попросили, но когда она схватилась за это, аура резко исчезла. Черт, она убежала! Додория просит не волноваться. В эту же секунду кукла кота на столе ожила и сразу же попыталась сбежать. Троица бросается в погоню, а эта хрень чертовски быстрая. Мома вспоминает, чему обучилась. Закрыв глаза, она почувствовала ауру кота и довольно быстро схватила его. Он в кладовке, кот в бешенстве, да он всех нахрен поубивает. Оказалось, что это турбобабка, Мома в замешательстве, они ведь убили ее, но бабка лишь ехидно посмеивается. Мальцам вроде них это бы не удалось. Не стоит недооценивать старших. Когда ее тело загорелось, она обернулась духой и в панике полетела к телу Мальца. В этот момент ощущения были такие, будто она плывет сквозь огненное море. Она чуть не погибла, но все же ей удалось проникнуть в тело Мальца бесследно. Она планировала посидеть в нем до той поры, пока не восстановится, чтобы потом убить их всех. И от них даже костей не останется. Мама просит старуху тщательнее подбирать выражения. Здесь они главные. А корон требует, чтобы она вернула его яйца. Бабка улыбнулась. Ему стоит дважды подумать перед ее убийством. Ведь если она умрет, то о своих шариках он может забыть. Ну да ладно, она уже слишком долго терпит их. Пусть запомнят. Главное здесь она. А теперь пускай очкарик окажет услугу. Сходит на кухню за ножом и прирежет этих наглых сучек. А она взамен вернет ему шары. Ну же, чего он ждет? Это не просьба, а приказ. И он не смеет ее ослушаться. Слава старухи злят Акаруна. И в следующее мгновение он подрубает дьявольский рамс. Зачем она побеспокоила его? Это бесит. Мама не понимает. Че за херня? Из него же вытащили бабку. Турбо Шабалда тоже не выкупает. Как такое возможно? Ответ веере байонеты. Он изгоняет злых духов. Но похоже, из-за природной упрямости турбо бабки из тела ушло лишь ее сознание. Другими словами, ее энергия все еще в нем. В кукле только разум старухи. Кстати, она может вернуть все как было. Турбо бабка напряглась. Наконец Акарун вновь стал человеком. Это произошло из-за того, что он поддался своей ярости. Байонетта в это же время воспитывает кошака. Мома просит ее остановиться. Стоит отдать турбо бабке должное. Она та еще сучка. Но она не может ее ненавидеть. Ведь она сочувствовала убитым девушкам. Так же как и Мома. Так что может им стоит помириться. Как насчет сделки? Она возвращает Акаруну шары, а не ее энергию. Хоть бабке это и не нравится, но она согласна. Вот только есть проблемка. Яиц у нее нет. Она их потеряла. Расклад такой. Старуха завернула бубенчики малого в мембрану эспиритической энергии. Сфера примерно 5 сантиметров в диаметре. Цвет золотой. Вместе с Мома Акарун пытается отыскать свои яйца, но их нигде нет. Турбобабка считает, что искать их здесь бесполезно. Наверняка их уже кто-то стянул. Ведь в сфере заключено много жизненной силы, а духи ее Каи просто без ума от нее. Они верят, что если собрать достаточно много подобной энергии, то можно снова вернуться к жизни. Вот поэтому злые духи и нападают на людей. Все ясно. Видимо нужно вернуться домой и придумать план получше. Вернувшись они все рассказывают Байонете. Бабуля не удивлена. Шансов отыскать шары было мало. Она попытается достать инфу своих знакомых. К слову, пусть малой не забывает. У него сейчас сила турбобабки. С сцепи она срываться перестала, но ее сила все еще опасна. Пока она все не разузнала, пусть не лезет на рожон. Турбобабка подслушивала ее. На следующий день в школе качкарику докопался чел. Ходит слух, что Акарун встречается с Момомом. Разумеется, наш добряк говорит, что это неправда. Челик рад. В таком случае не мог бы он их познакомить? Он ведь знает. Аяса такая милая. Ему всегда хотелось познакомиться с ней поближе. Услышав это, Акарун задумался. Аяса сан милая? Он не замечал этого. Ведь просто был рад заиметь нового друга. Хотя о чем это? Что за мысль? Мома его подруга. Нельзя думать о том, что она милая. Пачан глядя на реакцию ботаныча усмехнулся. А у них че? Уже было? Акарун не выкупает. Что было? Оказывается, что по всей школе прошел слушок. Был там Мома девчонка с низкой социальной ответственностью. Акарун узнав об этом тут же схватил чувака за ворот рубашки. Кто их распространяет? Кажется сейчас Акаруна прилетит, но нет. У парня из-за злости врубился дьявольский рамс. Мома Тян совсем не такая. И ему не стоит распространять подобные слухи. Челик явно не ожидал слышать такое от ботаника. Он знатно пересрал. Но эти слухи распространял не он. Акарун отпустил его. И в эту же секунду стал нормальным. Парень пытается сделать вид, что ничего не произошло. И пошел к себе на место. Вот только там его поджидала новая напасть. В его портфеле Момо дома. Оказалось, что Байонетта не стала ограничивать свободу кошкобавки. Очкарик выдохнул. Это в ее духе. Кошкобабушка спрашивает. Ему силушка-то не жмет? Может быть он впустит ее? Всего разика. Она только вернет свою силу и сразу же выйдет. Но Корун требует свои яйца вперед. А потом уже можно будет говорить о возвращении сил. К ним утратил до речи. Какая же она красивая. А Корун засмущался и поспешил покинуть территорию. Момо не понимает. Че это с ним? Ей бы хотелось это выяснить, но мальчишка убежал. Чуть позже мама втухает на уроки. Ее одноклассница рассказывает, что кое-что слышала о ее суженом. Какой-то мудофил лил на Момо грязь. И парень разозлился. Выслушав все это, Момо еще сильнее удивилась. Почему он тогда убежал? Помните Айру? Ну, ту, что тазиком огрели. Она та еще сучка. Как мы уже видели, ее любимым занятием является давать надежду всяким неудачникам. У нее образ этой милой доброй девочки. Но иногда она выходит из себя. Это Айра распространила слух, что Момо ведь в школе не знает. А она видела своими глазами. Момо демон. Из ее спины растут демонические крылья. Сомнений быть не может. Айаса Момо дьявол во плоти. И раз Айра внезапно начала видеть сокрытое, значит ее избрали. Наверняка из-за ее чрезмерной красоты. А доказательство этому этот золотой шар, упавший на нее с неба. Это послание. ее святая обязанность защитить этот мир от исчезья ада. И у нее все получится. Потому что она красавица. От самолюбования ее отвлекают подруги. Они принесли все, что она просила. Крест и Библию. Девчонки сомневаются. Они точно это сделают? Айра настроена решительно. Ее избрали для спасения мира. Из-за красоты. Поэтому они обязаны это сделать. Ее подсосницы подмечает, что в последнее время она ведет себя странно. В этот же момент Айра кого-то увидела. На площадке. Женщина в красном платье. Однако там никого нет. Айра поняла. Выходит эта сучка Мома отправила фамильяра следить за ними. Поехавшая тут же пригнулась. Это срисовали знакомые мальчишки. Увидев их, Айра тут же делает вид, что так и задумано. Ей было жарко и она просто прижалась к холодной стене. Затем девушка дает понять своим подружкам. Все в силе. Встретится после уроков. Тем временем Акарун, Мома и Кошка Бабушка сидят на лавке. Девчонке явно не нравится, что Турбобабка в школе. Ведь они ее победили. От таких слов у Пенсии сгорает жопа. Акарун успокаивает Мома. Пусть выслушает Турбобабку. Она не просто так здесь. Воспользовавшись минуткой внимания, Пенсия рассказывает. Вокруг она видела подозрительную женщину. Быть может шары Акаруна где-то в школе. Мома считает, что это бред. Что им делать в школе? Ее слова снова чуть не привели к драке. Акарун говорит, что все таки им стоит осмотреться. Раньше он и подумать не мог, что его шары могут попасть в руки к человеку. Бабка сразу выдает пояснительную бригаду. Яйца Акаруна золотого цвета. Так что цыганам они могли приглянуться. Но если серьезно, то, что они могли попасть в человеческие руки, это полбеды. Самое важное, они пробудят в человеке спиритические силы и позволят ему взаимодействовать с миром духов. И для человека это может кончиться плачевно. Мома сердится. А что она раньше это не сказала? Ну да ладно, что за подозрительная женщина? Бабка не помнит ее имени, но обещает показать ее после занятия. В это же время Айра предвкушает встречу с Момомом. Сколько же она сильна. Поможет ли крест и Библия? А справится ли она сразу Наконец уроки закончились. Мома встретив Акаруна предлагает отправиться на поиски. Пенсия у парнишки в рюкзаке. Но исполнить задуманное не дает Айра. Она просит Мома отойти в сторонку. Есть разговор. Наша героиня узнала ее. Это же ее она грела тазиком. Неужели она что-то заметила? Решив что лучше бы разобраться с этим делом поскорее Мома уходит с ней. Акаруна она просит начинать поиски без нее. Парнишка расстроился. Вряд ли у него получится справиться в одиночку. Но тут он услышал голос бабки. Это она. Та женщина. Это Айра. Меж тем Мома приводят в уединенное место. Но разговора не состоялось. Подруги Айры сбивают ее с ног и связывают руки. Рыжая запрыгивает на нее и начинает обряд экзорцизма. Разумеется это не работает. Однако у Мома нет выбора. Ей приходится использовать свою силу. У Айры не осталось сомнений. Мома демон. И раз крест не помогает поможет золотой шар. Девчонка прислоняет яйцо Акаруна к щеке Мома. Увидев его девушка недоумевает. Откуда у нее яичко Акаруна? Айра в недоумении. Как она смеет осквернять цветыню. Рыжая начинает вбивать бедняжку в землю. В этот же момент к ним бежит Акаруна. Увидев его Мома вопит что нашла подозрительную женщину. Но все не так просто. Айра лишь цель подозрительной женщины. В эту же секунду некто хватает рыжих. Наконец-то Айра в ее руках. Ей пришлось долго ждать момента когда она увидит ее. Ведь она ее мамочка. Акарун снимает тапки. Он хочет спасти Айру. Врубив дьявольский рамс на полной скорости он влетает в призрака. Но она от выпада увернулась. Какой неприятный сюрприз. Он что решил отобрать у нее Айру? Рыжая недоумевает. Он че тоже демон? Акарун вновь пытается забрать девчонку. Но все без толку. Однако эта атака не осталась безнаказанной. Призрак хватает почана и моментально заглатывает. Мома пытается ей помешать но с завязанными руками это получается скверно. С ней призрак церемониться тоже не стал и ударом ноги отправляет отдохнуть ближайшую стену. Закончив с Акаруном мамочка улыбнулась. Она ждала целых 10 лет когда Айрочка увидит ее. Рыжая думает что перед ней фамильяр Мома. Эти слова расстроили мамочку. Она что не помнит ее? Разве она не знает как сильно мамочка любит ее? В тот раз она ведь назвала ее мамочкой и она была так счастлива когда она услышала это впервые. Пусть же вновь скажет это. Пусть назовет ее мамочкой. Но мама вновь напоминает о себе. Пусть старая корга вернет ее Акаруна. Она что забыла нападать на живых против правил. Мамочка начинает терять терпение. То один то второй может хватит мешать их трогательному воссоединению. Мома заметила кушка бабушку. Ей повезло. Призрак не сожрал ее. И она знает ее. Это акробатка Сара. Кстати в школе бабка времени не теряла. Стащила телефон Мика подружки Мома. Айра даже находясь в руках призрака не теряет веру в свою исключительность и вопит что должна сражаться с монстрами вроде ее. Акробатка просит повторить сказанное. И Рыжуля без задней мысли сделала это. За что тут же была проглочена. Мома кричит чтобы акробатка завязывала с поеданием людей. Но ей плевать на слова малярки. Более того это из-за нее Айра стала непослушной. Она назвала ее монстром. Мома видя как закипает пукан акробатки просит турбобабку снять стяжки. Но кошка бабушка с улыбкой заявляет что у нее лапки. К тому же именно они отжали ее силы. Пусть сама разбирается. В эту же секунду волосы призрака обвили шею Мома. А через мгновение она предстала перед Сарой. Призрак требует чтобы нахалка попросила прощения. Ведь произошедшее ее вина. Мома хоть и с трудом но сумела выдавить из себя слово. За что тут же ее познакомили с местными стенами. Укротив нрав девчонки Сара решает сделать предложение. Да это конечно привилегия Айры. Но раз уж девчонка такая говороливая для нее будет исключение. Пусть назовет ее мамочкой и тут же будет прощена. Это же так просто. Почему она молчит? Всего одно слово. Ма Ма Чка Ну же пусть уже говорит что строит из себя дерьмо непослушное. Кажется Мома решила не испытывать судьбу. Открыв рот она произносит Мразь. За эту дерзость ее моментально сожрали. Закончив с ней акробатка заплакала. Где же ее девочка? От страданий ее отвлекает турбопенсия. А девчонку то зачем сожрала? Пусть вернет детишек. И тогда быть может ее пощадят. Сара не понимает кто перед ней. Но может оставить свою болтовню на потом. Бабуля требует к себе иного отношения. В конце концов она намного старше ее. Болтовня кошака утомила акробатку. Она уже собирается сожрать ее. Но тут бабка кошечка произносит. Говорят Манекенека имеет таинственную способность приносить удачу. Вместе с она сожрала честь своих волос. В эту же секунду акробатка вспыхивает. Что за дерьмо? Она горит изнутри. Что мерзкий кот натворил? Оказалось крест что был у Айры на самом деле зажигалка. И кто-то из ребятишек поджег ее волосы изнутри. Забавно. Сперва принесли ненастоящий крест. Затем она проглотила собственные волосы. И все по воле случая. Но из-за того что кошка бабушка была здесь случайность была необратима. Призрачные руки Мома вырываются из пасти. Им удалось выбраться. Спасение прошло успешно. А теперь пора надрать призрачную жопу акробатки. Сара теряет контроль. Они украли ее Айрочку. Несносные свиньи пусть немедленно вернут ее обратно. А корону уже на дьявольских движениях Сайрен и Горбу пытаются сбежать. Но девчонка замедляет его. Мома просит его не ныть. Пусть продолжает бежать. Есть идея. Вот только бежать становится проблематично. Повсюду препятствия. Акробатка тем временем уже совсем рядом. Следующую секунду она инстегнула Мома. А корону не в силах что-то сделать. И поэтому ему остается только музыка играла. Саре удается зацепить Пачана и запасовой сил на исходе. Он падает. Акробатка победила. Глядя на Айру она уверяет что все хорошо. Не хочет называть ее мамочкой. Но и ничего страшного. Пусть просто позволит ей быть рядом. А чтобы быть как можно ближе Сара решает сожрать девчонку. Тщательно переживав ее плоть. Призрак тянется Кайри. Но почему-то не получается достать. Все дело в том что она попалась в ловушку. Собственные кудри стали для нее цепью. С Момо все в порядке. Она воссоединилась с Акоруном. И хвалит его за идеальное уклонение. Сара в бешенстве. Неужели эти сраные свиньи думают что им удастся удержать ее такими дешевыми треками? Она начинает ломать балки. Момо своей силой пытается сдержать старуху. Очкарику нужно вдарить по ней как следует. Пусть использует дьявольский рамс. Но Очкарон уверяет что по сути то он один раз атаковал кого-то. И то это произошло случайно. Раньше он никогда никого не бил. Момо теряет терпение. Пусть уже сделает хоть что-нибудь. Да поскорее! Иначе им обоим крышка! Время и вправду на исходе. Акробатка уже танцует канкан. Если Акарон не поторопится их сожрут. В последний момент пацан использует свою силу и со всей дури влетает в корпус Сары. Ладар был действительно мощный. Призрак в нокауте. Момо впечатлена. А он силен. Вот только Акарон сейчас своей внутренности выплюет. Кошка бабушка разочарована. Так бездарно использовать ее силу. Да, дерьмовый из него боец. Момо спрашивает что теперь делать с этой акробаткой? Турбокошка уверяет что все нормас. После такого удара она какое-то время будет беспомощна. Сейчас нужно забрать у той девахи яйцо. Момо хотела бы чтобы ей освободили руки но ножниц пока нет. Интересно как эта Айра связана с Сарой? Турбобабка нашла яйцо и возвращает его Акаруну. Момо рада за своего приятеля. Одно яичко уже есть. Ботан смущен. Но у парочки появилась серьезная проблема. Девка мертва. Акарун тут же проверяет ее пульс. Его нет. Бабка просит забить болтяру. Если ее кай сожрет обычного человека ему крышка. Им повезло. Ведь одна экстрасенс а второй гоняется ее силой. Момо решает что они обязаны попытаться спасти ее. Но что бы они не делали все бесполезно. Тогда девушка велит бабки вызвать скорую. Но ее просьбу игнорируют. Внезапно Сара вновь дает о себе знать. Что с ее дорогой Айрой? Акарун просит Момо продолжать реанимировать Айру. Каргу он берет на себя. Сара уверяет что так они ничего не добьются. Но на батарейке. Без батарейки мотор не заработает. Она восстановит истощенную ауру своей. Момо не верит призраку. Наверняка это блеф. Следующую секунду Сара отрывает нижнюю часть своей челюсти. Теперь она не сможет есть людей. Если же они даже после этого не доверяют ей. Пусть ударит ее этой балкой по голове. Кошка бабка подтверждает. Девке не помочь без ее ауры. Но Момо все равно не доверяет Саре. Она предупреждает. Одно лишь движение и остатки ее черепушки украсят стены. А корун на всякий случай подрубает дьявольский рамс. Момо спрашивает. Что ей нужно делать? Сара просит ее использовать свои силы и соединить их ауры. Этот процесс чем-то напоминает кобеля связи. Смекнув что делать? Момо начинает. Как только она коснулась ауры Сары вся ее человеческая жизнь мелькнула перед глазами. Моя жизнь была окутана беспросветной тьмой. И единственным светлым лучиком что спасал меня по вечерам была моя дочь. Ради нее я изо всех сил пыталась выбраться из нищеты. Я стремилась дать ребенку счастливое детство. Чтобы не оказаться на улице бралась за любую работу. Все это ради улыбки своей малышки. По вечерам нас не танцевали, представляя себя на сцене. Она была моей принцессой, яркой звездочкой. Мне это хотелось дать ей все самое лучшее, показать весь мир. И я не смогла пройти мимо наряда для своей принцессы. Хоть эти деньги предназначались для другой цели. Расплата не заставила нас должное. Мой светлый лучик оказался в руках человека, лишившего нас будущего. Я гналась за ним, пока совсем не выбилась из сил. Я проклялась себя за собственную слабость. Ведь улыбка дочери теперь всего лишь воспоминания. Потеряв всякую надежду, я поднялась на крышу. Все в этом мире утратило для меня смысл. Шум дождя стал комплиментом моего последнего танца, который я посвятила своему солнышку. Спасибо тебе. Я не помню, но чувствую, что потеряла что-то. Что-то дорогое. Что же я потеряла? Мамочка! Когда Сара обернулась, Малышка что сделала это, поняла, что ошиблась. Айра тут же вернулась к своему папе. Она обозналась. Но где ее мамочка? Куда она ушла? Отец объясняет, что мама сейчас далеко и она не вернется. Поэтому Айре нужно стать сильной. Даже без мамы им нужно продолжать жить, чтобы она могла гордиться ими, когда вернется. Тогда Айра пообещала себе, что мама будет ей гордиться. А вот Сара, глядя на ребенка, вспомнила, что потеряла. Айра, она ведь была ее мамой, и она должна защищать ее от всех обид и невзгод. Узнав историю Сары, мама прослезилась. Увидев это, Корун решил, что это из-за призрака. Он уже собирается прикончить ее, но мама просит остановиться. Внезапно Айра начинает кашлять. Сработал. В этот же момент призрак исчезает. Прощаясь с Айра, она просит прощения. Когда-то клялась защищать ее, даже сделала больно. Она превратилась в монстра, неспособного даже контролировать свои эмоции. Но этому пришел конец. Мама не понимает, почему Сара рассыпается. Бабка объясняет, Аура это батарейка, без нее умираешь. К тому же у нее остались сожаления. Ей не достичь нирваны. И ее ждет забвение. От Сары ничего не останется. Как будто она никогда не существовала. Ее забудут и живые, и мертвые. Впрочем, ее жизнь все равно ничего не стоила. О забвении такого человека можно даже не сожалеть. Мама отказывается это принимать. Должен же быть какой-то другой способ достигнуть нирваны. Но нет. Достигнет ли она нирваны зависит только от ее сердца. Они здесь бессильны. В последние секунды Сара вновь вспоминает свою дочь. Все что она хотела купить ей одежды помилее. Она должна была больше играть с ней. Больше стараться. Если бы она не была ее матерью, у нее была бы счастливая жизнь. Это она принесла ей беды. И ей жаль, что так вышло. Айра подбегает к Саре и обнимает ее. Она произносит то, что ей было так нужно. Ее дочь любит маму. И с ней она была самой счастливой девочкой во вселенной. Призрак растворился в ночной тишине. Айра никогда ее не забудет. И она надеется, что эти двое окажутся в добром мире. После добротного забива вся компашка отправляется к Момо домой, чтобы перекусить. После трапезы Момо решает закопать топор войны. Да, она борщенула, скинув тазик ей на голову. Но и Айра повела себя стрёмно, выставив окоруны идиотом. Пусть извинится перед ним, и они будут в расчете. Вот только все не так просто. Саратори не держит на нее зла из-за тазика. Она решила расправиться с ней, потому что Момо демон. И ее дружок Тококура тоже. Она видела, во что он превращался. Ну и в завершении всего, та женщина просто не может быть ее бабушкой. Она слишком красивая и молодая. Байонета услышав это растаяла, она согласна, Момо и вправду демон. Наша героиня уже на пределе, старуха только хуже корень зла. Наверняка в ее планы входит уничтожение мира. Девушка пытается вразумить поехавшую, но все без толку. Айра еще больше уверилась в своей избранности. Да, сейчас она слаба, но придет время и Момо будет повержена. Затем она благодарит Байонету за вкусную лапшу и собирается уходить. Ну и понятное дело, даме в возрасте подобные комплименты очень заходят, так что в этом противостоянии она болеет явно не за внучку. Перед тем как уйти Айра спрашивает хоть так акура и демон, но несколько раз спасал ее жизнь. Почему? Поправив очки, Акарон признается, что делал это, потому что нужно спасать тех, кто попал в беду. Девушка обещает, она освободит его от пут Момо во что бы то ни стало. Очевидно, очкарик запал в ее душу. Момо же чует неладное и начинает ревновать. Айра винит себя за собственные чувства. Она ведь человек, ей нельзя испытывать такое к демону. Но отвлечемся от девчачьих чувств, у нас сейчас серьезное мероприятие, Акаруну наконец-то возвращает его яйцо. Однако просто приложить его к необходимому месту слишком просто, поэтому старухи решили сыграть в игру. Акарун умоляет бабушка размахивается и со всей дури пуляет яйцо в мальчишку. Пацан залопил от удара. Волнительный момент. Вернулась? Вернулась! Осталось найти всего одно яйцо. На следующий день парочка обсуждает положение дел. Да, одно яйцо они нашли, но вот где искать второе? Неизвестно. Еще и дел выше крыши. Момо жалуется, что придется искать подработку, а то предлагает встретиться на крыше во время перемены. Однако Акарун сообщает, что не получится. Ему нужно писать отчет. И после школы им тоже не получится встретиться. Он будет занят. Девушка явно расстроилась, но виду не подала. Проходит время, наступает перемена. Момо тащит еду своим подружкам, но сомнения пожирает ее изнутри. Правда ли Акарун занят? Подружки только подливают масло в огонь. Мало ли у него есть другая. Однако тачкарик явно последний, кого можно в этом подозревать. Но Айра. Девушка решает прогуляться. Подружка просит ее зацепить пампи для себя. Купив то, что ее попросили, Момо размышляет. Почему же ей так не по себе? Может заглянуть в классы Коруна? Хотя она лишь побеспокоит его. Лучше заняться прямо на Айре. Пампи выпала из рук. Если вы, как и Момо, подумали, что очкарик резко стал альфа-осеменителем, нет. Незадолго до этого он отжимался. Малой прекрасно понимает, что второй шар ему так просто не достанется и нужно стать сильнее. К тому же бабуля Байонета давала ему программу тренировок ван-панчмена. Он обязан ей следовать. Ведь если не станет сильнее, Момо вновь будет в опасности. В разгар тренировки к нему подходит Айра и у нее серьезный разговор. Да, он демон. И это неправильно, но чувство не выкинуть на помойку. Поэтому пускай закрывает глаза и стоит на месте. Подойдя к нему, Рыжая собирается поцеловать паренька, но Корон отпихивает ее. Что это она делает? Айра смущается. Она собиралась признаться ему в любви, а после разве нет? Она это в книжке прочитала, ну, вернее в журнале отца. А Корон кричит, что наверняка она зачиталась порно-журналов. И вообще, разве она не популярная среди парней? Почему она такой профан в любовных делах? Айра неступает. Бедолаге с трудом удается давать ей отпор. Но в конечном итоге предательская подножка повалила ботана на землю. Вот как-то так это произошло. Повернувшись, Акарун увидел растерянного Мома. Айра же в этот момент просит, чтобы Такакура начинал. Бедняга пытается объяснить все Мома, но она ему не верит. И его попытки все объяснить остаются неуслышанными. Он ведь соврал ей про отсчет. Такакура признается, что соврал и хочет объяснить почему, но Мома больше не собирается его слушать. Вернувшись в класс, девушка рухнула на свое место. Увы, Пампиана забыла. Подруги не понимают, почему ее настроение так испортилось. Уже на уроке Мома почти не слушает учителя и не замечает никого. Все, что она делает, пялится в аквариум и болтает с раком. Эта сцена не выходит у нее из головы. Девушка даже ударила себя, чтобы отлечься. В это же время Акарун посыпает голову и поэтому соврал. Он разочаровал ее. И теперь нет смысла возвинения. Но если он и вправду беспокоится о ней, нужно не извиняться, а стараться. Внезапно он заметил, что в классе никого нет, а на полу вода. Выйдя в коридор, он увидел Айру. Она тоже не в курсе, что происходит. Наверняка это проделки Мома. Парочка начала осматривать окрестности, но везде пусто или кромешная тьма. Акарун вспомнил. С ними уже случалось подобное. Мома в это время тоже пытается понять в чем дело. Интересно, она одна в это вляпалась? Или Акарун тоже где-то поблизости? Однако поиски очкарика подождут. Девушка что-то услышала. Повернувшись, она увидела прямо по курсу динозавра. Мома спряталась. Черт, откуда здесь гребаный динозавр? К сожалению, девушка была не очень осторожна, чем привлекла внимание монстра. Незамедлительно разрушительный луч вырвался из его пасти. Прям туда, откуда донесся шум. Благо, Мома не пострадала. Но где же долбанный Акарун? А он, к слову, слышал, что произошло. Это было похоже на взрыв. Айра начинает злиться. И чтобы девушка перестала нервничать, Акарун рассказывает, что уже бывал в такой передряге. Тогда за этим стоял пришелец. Айра удивилась. Они что, существуют? Да. И эти чертилы хуже призраков. К слову, в прошлый раз они зачем-то собирали репродуктивные органы. Договорить ему не дает странный тип. Грибовидный боксер незамедлительно оскорбляет Акаруна на своем ове, а затем устремился прямо на него. Но Акарун мгновенно сориентировался. Подрубив Девил Триггер, он хватает Айру и отпрыгивает на безопасное расстояние. Ей стоит бежать. Она будет ему только мешать. Девчонка засмущалась. Опять он ее спас. Очевидно, Тянка влюбляется в него все сильнее. Акарун же думает, как ему сражаться с этим Тайсоном царства грибов. Но можно забыть о нем, поскольку неведомая сила прибивает его к земле. Это наши старые знакомые с планеты Серпа. Увидев их, девчонка достала крест. Пусть отвалят от Тококуры и сразятся с ней. Однако пришельцам она не интересна. При помощи телекинеза один из гуманоидов отбрасывает ее далеко и надолго. Странно, только персоны с высокой спиритуальной силой способны попасть в это пространство. Видимо, поломка аппарата. Но ближе к делу. Они явились за банана Макаруна. Очкарик недоумевает, почему его дружок понадобился всем в этом мире. Все из-за того, что они остались под впечатлением после его вторжения. Им очень хочется завладеть его способностями. Акарун пытается объяснить, что это не его сила. Это проклятие. Он ведь на самом деле дрыщ. Сер позадумался. Проклятие? Даже такой тип бананов есть. Интересно. Акарун всеми силами пытается трансформироваться в гигачада, но его сила заблокирована. Пришельцы поднимают его, заодно снимая с него одежду. Для начала они отрежут его бананчик. Но провести операцию не дает и пиздюливающий торнадо от Айры. Видимо она и вправду избранная. А теперь пусть освободят господина такакуру. Очкарик удивлен. Акарбатка Сара? Айре удается освободить мальчишку. И он плюхнулся на пол. Сиратуре спрашивает. С ним все в порядке? Черт. Его образ такой неприличный. Появится перед ней голышом. У них что? Будет помолвка? Впрочем она и не против. Серпа все поняли. Выходит и она сверхчеловек. В таком случае они заберут и ее банан. Акарон в это время пытается отыскать одежду. Айра уверяет что он может на нее положиться. Она справится с ними. Боксер атакует но акробатка без труда увернулась. Вот только второй пришелец кастует стереоагрометрию. Отчеркнул девчонку в сторону. Однако и грибовидному досталось. Он возмущен. Можно его не атаковать. Однако Серпа напоминает ему его место. Он же дешевка. Пусть лучше схватит девчонку. Тайсону приходится подчиниться. Айре только и остается что уворачивается от его чудовищных атак. Он и вправду силен. А Корон в это время отчаянно пытается найти хоть что-то что можно натянуть на жопу. Айра продолжает уворачиваться. Вот только второй чел ее напрягает. Она решает избавиться от него. Но вот грибок уж слишком приставучий. Ей приятно что он оказывает знаки внимания. Но ее сердце уже принадлежит другому. Впрочем он может на кое-что завис. Но настала очередь доставучего. Впрочем он воспользовался ее замешательством. И при помощи телекинеза ловит ее. Наверняка она думала что он должен выкрикнуть какие-то словечки чтобы использовать эту технику. Но нет. Это был его трюк. Чтобы она ослабила бдительность. Интересно выходит. В одном месте сразу несколько людей со сверхспособностями. Для его цивилизации это будет отличный скарат им явно надоел. Все принимают свой истинный облик. Девчонка очень ловкая но недостаточно сильная. Сейчас они заберут ее банан. Айра вновь начинает затирать о своей избранности. Но даже пришельцев это задолбало. И добрый грибной доктор выписывает ей непиздин. Удар был такой силы что девушка проломила с собой стену. Впрочем пришельцы согласны. Она начинать. Но в последний момент их путь преграждает Акарун. Он голый но решительный. Они ведь пришли за ним. Так пусть и сражаются с ним. Он подрубает Девил Триггер. Как же ему хочется домой. Серпа к слову не спорит. Они пришли за ним. Однако они могут заполучить два банана. К тому же численное преимущество на их стороне. Без труда им удается утихомирить очкарика. Сила Айры к слову тоже исчезла. Все из-за так называемой прелестной зоны. Она возникает когда несколько серпожителей объединяют свои силы. Теперь им не выбраться отсюда. Правда у этой зоны есть минус. Им тоже не получится войти в нее. Благо у них есть грибной вышибала. И сейчас он выбьет из них все дерьмо. А потом Коруна. Кажется ему крышка. Айра умоляет чтобы они остановились. И вот когда гриботайсон занес кулак для очередного удара. Он неожиданно для себя получил поддых от Коруна. Как он смог это сделать? А это все благодаря Мома. Она помнит их идиотские лица. А Корун придурок. Вот что бывает когда флиртуешь с тупыми девицами. Очкарик очень рад увидеть ее. Серп же обосрались. Это опять человеческая женщина. Но ведь ему приказано было задержать ее пока не будет извлечен банан. Айра не особо доставляет что их спасает Мома. Надеваться некуда. Нужно объединить свои силы. Однако хоть они сейчас и на одной стороне. Господин Атакуру она не отдаст. Услышав это имя Мома ненадолго ослабил охватку. Из-за чего все вновь попали под воздействие пришельцев. Айра кричит чтобы Мома сдерживал их своей магией. Пришельцы не понимают что происходит. Но кажется у них преимущество. Нужно срочно разбудить Гигу. Один из сер побежит к Гриботайсен и начинает колотить его по башке. Угрожая урезать зарплату. Видя что это не особо помогает гуманоид использует электропинус просверлив им голову Гриба. Это сработало. Он принял свою истинную форму. Теперь может сражаться сутки напролет. Не теряя времени Гига нападает. При ударе он зачем-то выкрикивает слово бизнесмен. А короны Айра с трудом выдерживают его натиск. Но Мома наконец приходит в себя. Ей удается сдержать пришельца. Воспользовавшись передышкой одержимой подключает дьявольский рамс. Айра слишком сильно поверила в себя. За что моментально поплатилась. Атаки этого пришельца не видны. Он слишком сильный. Гига собирается добить нахалку. Но в последний момент ее спасает Акару. Сила турбобабки позволяет ему заметить удары пришельца. Айра тут же решает отомстить гуманоиду. Он упоминал, что ее силы недостаточно. В таком случае она будет бить по его слабым точкам. Снова и снова. На пару с Акаруном она избивает бедолагу. Увидев это, Мома просит, чтобы они не дрались так близко друг к другу, ведь по ним легче попасть. Айра улыбнулась. Она что, ревнует? Мома кричит, что ее неправильно поняли. Акарун же соглашается с подругой и произносит фразочку актера так как урок. Чем окончательно воспламеняет Мома, из-за чего наступление чуть не провалилось. Девушка повторяет, пусть не смеет произносить эти слова. Серпу негодует. Их подсос гига абсолютно бесполезен. Ему нужно срезать зарплату на 60%. Следующее мгновение что-то всколыхнуло землю под ногами. Все скрылись под водой. Троице удается всплынуть. Что происходит? Стены и потолок тоже превратились в воду? А затем они вновь увидели этого динозавра. Мома тут же кричит что им пора убираться. Вот только Айре не нравится что ведьма здесь командует. Ведь это она лидер их компании. Глаза Акоруны засияли. Это же Несси. Хотя если они в городе Камикосе ее можно называть Камесси. Айра продолжает подкатывать качкарику. Он такой умный. И Мома это уже бесит. Если хотят тусоваться вместе и тарщиться на эту Несси да пожалуйста. А она сваливает. Пришельцы недовольны. Почему человеческая женщина на свободе? Они ведь приказывали ему задержать ее. Урезать зарплату на 60%. Вот только динозавр не терпелоид. За попытку срезать зарплату серпа располовинили. Оставшиеся гуманоиды пытаются объяснить Несси что она атакует не того. Акоруны Момо так сильно испугались что совсем позабыли об Айре. Этим воспользовался Гига. Мощным ударом он отправляет девчонку на потолок. Но времени горевать по ней нет. Поскольку гуманоид пытается достать их. Оказалось что под водой его удары еще мощнее. Этим он напоминает рака богомола. Гига и сам не прочь похвастаться. Его удары под водой в 10 раз сильнее чем Момо кричит чтобы Акорон воспользовался этим. Но выясняется что турбобабка не умеет плавать. Соответственно и ему это не под силу. Парочки вновь приходится сваливать. Что же им делать? Если они продолжат убегать Айра утонет. Теоретически Момо смогла бы достать ее своей силой. Вот только чертова креветка не даст дотянуться. Тогда Акорон собирается отвлечь пришельца. Она же пусть влетит в него сейчас. То закончит как эта дура. Не мог бы он не создавать им еще больше проблем. Акорон спрашивает зачем она так говорит. Он ведь просто пытается быть полезным. Девушка справедливо подмечает что если от этого одни проблемы то о какой пользе можно говорить. Она ведь им сразу сказала нужно бежать. Если бы они не флиртовали такого бы не произошло. Акорон уверяет что ничего не было. Не ужели она так сильно беспокоится из-за этой ситуации днем. Момо уверяет что ей плевать. Какое ей дело до того что лжец делает с какой-то дурой. Так Акура хватает ее за руку. Если ей не все равно пусть так и говорит. Если ее это правда беспокоит то пусть даст объясниться. Ему все равно что подумают другие. Но ему совсем не хочется чтобы между ними были недопонимания. Он очень хочет чтобы она знала что там произошло. Момо явно не все равно. Но пусть и берет от нее свои руки. Че он ей там голос собирается рассказывать. В этот же момент богомолетянин атакует. И Акарон забив на запреты бросается на Момо. Не ребят ближайшие до хренаглав скорее мажор. Но Момо уже плевать. У нее появилась идея. Девушка просит Акарона не двигаться. Затем она кое-что делает. Итак стоит попробовать. Богомол собирается прихлопнуть парочку. Но затем он поверить не может своим глазам. Словно моторная лодка очкарик несется прямо на него. Дело в том что Аяса схватила его призрачными руками и начала выдавливать вперед. А сама оседлала его. Теперь очкарик как рыба на крючке. Но влетать врага им не нужно. Их цель наверху. Прицелившись Момо выстреливает Акаруном и им удается добраться до Айры. Парочка в очередной раз спасает недотеку. Акарун потрясен. Момо настоящий гений. Но она и сама это знает. Вот только эта дуреха не приходит в себя. Тогда Момо вновь использует свою силу чтобы реанимировать ее. И это сработало. Айра не понимает. Но времени все объяснять нет. Пусть раздевается. И ведь одежда будет мешать им двигаться. Айра протестует. До брачной ночи она не разденется. В это же время богомолитянин пытается настигнуть сбежавших. Но его окликает начальник. Какие же они все бесполезные. Ни один не может победить детей. Второй невероятно силен. Но у него бедность башкой и он атакует всех подряд. Похоже что выбора нет. Пришла пора объединиться. При помощи телесных кабелей они станут едиными. Возвращаемся к ребятам. Айра таки разделась. И очень сильно смущается. Пока Рун увидел ее в нижнем белье. Мама тут Айра требует чтобы она прекратила командовать. Но да ладно. Споры подожду. Девчонки взбираются на спину Акаруна и погружаются в воду. Впереди объединенные силы серпа. И им предстоит сразиться с ними. Чудовище атакует и нашей компашке приходится уворачиваться. Стоит им хоть раз попасться под этот луч и им крышка. Они и сами это понимают. Акарун кое-что заметил. Несси набирает воду шеи. Получается им нужно разломать его шею чтобы лишить возможности атаковать. Нужно подплыть поближе. Айра берет это на себя. Как только они оказались поблизости девушка использует свои волосы чтобы быстрее добраться до шеи. Цель близка. Но пришельцы не так просты. Мощнейший удар положил конец людским планам. Жалкие букашки думали что они оснащены лишь компрессионным водостоком. По ним может и не скажешь. Но они специалисты в области ближнего боя. И Сару Тори ощутила это на своей шкуре. Несси собирается добить девчонку. Но Мома и Турбопочан в последний момент спасает ее. Еще раз. Кто нибудь вообще ведет счетчик сколько раз ее спасали? Чертовы ублюдки присоединили боксерского урода в качестве рук. Теперь к ним не подобраться. Дело плохе. На суше с ним еще можно было справиться. Но в воде они обречены. Мома просит Акаруна повторить что он сказал. Но он не успевает. Мощнейший удар приходится сразу по троим. Компашка разделилась. И Мома прямо перед пришельцем. Только вот заряд для его компрессионной пушки иссяк. Но есть анализировать. Можно было бы просто подождать пока она задохнется. Но лучше избить ее до смерти. Мома его слова не страшат. Жестом она показывает ему чтобы он нападал. И когда серп остригерился девушка начинает осуществлять задуманное. При помощи своей силы она манипулирует водой. И Моисей бы ей гордился. Гуманоид не понимает что она сделала. Мома говорит что они выбрали не ту форму. Удар рака богомола сильнейший в подводном мире. Но на суше ничего подобного ему не повторить. А если бы он и попробовал то его участь была бы незавидна. Мощь собственного удара разорвала бы его на части. Это и произошло с пришельцем. Оставшись без рук чудовище пытается проглотить девчонку. Но Мома сумела удержать его челюсть. Однако дело все равно дрянь. Ведь под водой это создание может находиться часами. А что насчет ее? Что же делать? Подождать пока она задохнется? Или прикончить выстрелом компрессионной пушки? Вот только серпа кое-чего не учли. У нее есть товарищи. И Акарун может быть и не умеет плавать. Но если у него будет дорога, тогда он сможет сражаться на полную. И Айра любезно предоставила ему свои волосы. На полной скорости Акарун несется в пришельце. В последний момент он хватает Мома и буквально разносит тело чудовища. Победа. Акарун лежит прямо на Мома. И девушка наконец-то ощутила что-то твердое. Ура! Слава твердости! Акарун услышав это рассмеялся. Как и Мома. Вышло забавно. Но есть один моментик. Они ведь вернулись в реальность. Прямо во время уроков. И вся школа увидела как они обнимаются голышом. Их моментально начали обсуждать. Парочке только остается что делать ноги. Айра кстати тоже вынуждена убегать. И все задаются вопросом. Почему это троица без штанов? Чуть позже наше трио оказалось в медпункте. Там домашняя медсестра не понимает. Они ее что за дуру держат? Пусть признаются над ними издевались. И пусть имеет в виду. Скрывать такой эпизод не стоит. Она не потерпит издевательств. Если вдруг кто-то посмел их обидеть пусть скажут. И мне кажется она умеет выбивать информацию. И возможно они б сознались в том чего не было. Но их спасает чель. Дзьо сенсей вызывает к телефону. Имя ее кстати переводится как королева. И это заметно. Тянка бьет лысика по голове. Она же запретила входить без стука. Видимо его нужно наказать. Так или иначе ей нужно отойти. Напоследок Дзьо сенсей сказала что они могут оставаться здесь сколько угодно. Когда взрослые ушли у троицы паника. Как что они пришли за ним. Видимо они хотят заполучить силу турбобабки. К слову о силах. Мома спрашивает с каких пор Айра может использовать способности злой Сары. Девушка признается это произошло в разгар битвы. В конце концов она ведь избранная красавица воительница. Мома подметила что ее титул все не перестает меняться. Впрочем они ведь передали ей ауру Сары. так что это все объясняет. Акарон поправив очки выказывает опасение что теперь пришельцы могут начать охотиться и за ней. Мома задумалась разве это не странно? Если им нужна сила Юкаев почему они не нападают на них? И тогда Акарон понял в этом вся суть. Существует спор если у пришельцев такие передовые технологии то почему они до сих пор не захватили землю. И теперь все понятно из-за Юкаев. И не только в Японии. Во всем мире существует фольклор о духах и демонах. Получается что Юкаи и различные монстры защищают землю от вторжения пришельцев. Даже со своими технологиями им не удается победить их. И поэтому они нападают на особенных людей вроде них. Чтобы изучить и получить необходимые знания для победы над Юкаями. И возможно именно они украли его правое яйцо. Ну или левое неважно. Нужно найти его. Мома потеряла нить разговора. А Айра как всегда свела все к тому что она лучше всех и должна спасти мир. И вообще у девчонок есть проблема посерьезнее. Их видели голыми. И Айра кое-что вспомнила. Это же Мома заставила ее Аяса. Наверняка это она сделала с их подругой. Они забирают Айру и уходят. Акарон просит девушку придумать какое-то объяснение. Ведь иначе ее сделают виноватой. Но мама пофиг. Ее волнует нечто другое. Что на самом деле произошло там во время обеда? Так Акура говорит правду. Как к нему полезла Айра. Как они боролись и упали. девушка спрашивает а как вообще он там оказался? И Акарон признается. Качался. Отжимался и все такое. Ему хотелось стать сильнее. Но зачем он тогда прятался? Акарон думал что если внезапно станет сильным Момо посчитает его крутым. Аяса рассмеялась. Он что хотел повыпендриваться? Смущенный Акарон произносит что он все таки мужчина. И хотел выглядеть круто в ее глазах. Девушка требует подробностей. Но Акарон хоть и доказал что не Ачкарон признаться в своих чувствах намного страшнее чем рисковать свою жизнь в бою. Поэтому он лишь повторил что мужчина и направился к выходу. Напоследок он сказал в любом случае от него никто не услышит ни слова выставляющий Момо в плохом свете. Девушка окликнула его. Но вот сказать то что хочет не решается. Возникла неловкая пауза. Воу! Ты досмотрел до конца? Мое почтение. Наверняка ты единственный поскольку мне кажется что такой сборник не возымеет должного внимания. Однако в любом случае спасибо тебе что уделил мне столько свободного времени. Надеюсь я тебя не разочаровал. Думаю в очередной раз раз клянчить чтобы ты перешел на бусте не имеет смысла. Ты сам принимаешь решение и не стоит тебе докучать. Поэтому давай я просто спою тебе песенку. когда-то давно на этом канале была традиция секретные концовки в которых я пел песни. И думаю что я ее верну в этих сборниках. А может быть и нет. Прикольно что именно эту песню я впервые засунул в свои пересказы. Слава КПСС КАПЕКС Когда первый раз я ее засовывал я не умел играть ее еще на гитаре нормально. Впрочем до сих пор не умею. Мне не хватает усидчивости чтобы обладать этим инструментом. в миллиарде космических систем я один такой классический пример правду рукой по красивой голове твоей и улечу на планету Капекс планета планета Капекс Планета Планета Капекс Планета Планета Капекс Планета Закрываюсь для тебя я НЛО понимаешь мне совсем не все равно просто зае я не просто человек я пришелец и мой дом это Капекс планета Планета Капекс Планета Планета Капекс Планета Планета Капекс Планета Человечек Человечек Благодарен я тебе проебал ты проебал ты два часа жизни своей но теперь жмакай на лукойл и подпишись чтобы не пропустить новые серии серии Ладно такой вот кринж в конце ну чё манга балансирует между потехой и кринжом почему бы мне не позаниматься тем же самым ведь я ее рассказываю в общем чао пока